Вега Вега просто воины, горцы и мужчины. После достаточно неприятной первой карты они выигрывают вторую, причем весьма уверенно, очень, ну не то чтобы, очень односторонний я бы сказал, Вот Андрюха показывает, потому что это Андрюля, он может, он умеет. Это наш мальчик, это наш мальчик. Молодцы, Вега, молодцы, Вега, или все-таки Цедек, Цедек что-то намудрили. Мы ставили Андрею 10 за Клокверка и поменьше за других героев, но пока все наоборот, за Клокверку он сыграл реально не очень хорошо, а вот за Queen of Pain очень классную игру сейчас выдал. Вы видели Мага до этого на Queen of Pain? Я, честно говоря, не помню. Когда-то точно бывало. Такие герои, на самом деле, залетают, как правило, уже вот, когда ты проиграл одну игру и надо что-то делать, там, как-то рисковать, уже паника, а кого возьмем, ну вот этого меня, наверное, убьют, этого убьют, а у Queen of Pain есть Blink, и она вроде как стоит и один на один хорошо, и на оффлейне может постоять, и в любом случае будет свой верст носить, так же давайте возьмем и попробуем. Как раз вот та импровизация, про которую мы говорили, что наши команды умеют так делать. Смотрите, сейчас как раз на экране показывается кольтос, да, монетку. Кидали, но, правда, не очень понятно, кто победил. Ну, похоже, что не вега, потому что человек обратился к игроку команды CD. Сейчас мы узнаем. Потому что он, наоборот, просто сказал, ты проиграл Ха. Сема, выбирай, да? Что хотел бы я отметить, вот такой момент, я смотрел пару тренировок Virtus.pro, они играли с CD, и там CD пикали первыми пиками вот именно так Undying Spirit Breaker. Притом им реально было все равно, что против них. Скажем, Virtus.pro тоже против них брали Shaker Queen of Pain, потом Hero Copter. Ну, казалось бы, это два милишника, Spirit Breaker и Undying. Им тяжело против Hero Copter, против Queen of Pain, против Shaker. Я думал, что это они что-то типа тестят, и Virtus.pro их выиграли в тех играх. Я думал, что они что-то типа тестят, и не палятся, образно говоря, да, что-то так. Но, как теперь становится понятно, они, даже если и тестили, то им понравилось проигрывать против King of Pain игроков, вторым Undying Spirit Breaker. И, в принципе, они достаточно сильно палились, потому что именно этим они не тренировались. Ну, возможно, существует еще такой вариант, что они не то чтобы тестили. Мы же говорили о том, что они в пиках, в пули довольно-таки не, скажем так, ликвидны, да? И, возможно, из-за этого как раз у них и… Не гибкие, ты хотел сказать. Ну, да, но это другое слово, но оно похоже на самом-то по звучанию. Ликвидны типа жидкие, не так жидкие. Ну, да, знаешь, что-то по пику. Очень жалко, что нет ликвидны. И, возможно, именно из-за этого они продолжали эту пику, потому что, ну, якобы мы этим уже сыграли 200 раз, можем и дальше продолжить так играть. Я хотел поднять эту тему Skyros Magia. Как раз у Андрюхи написано, что ноль процентов фенрейта, что… Сейчас Вилат с Каспером в конце комментаторства говорили, что тоже герой бесполезный, что его пикают. На самом деле это не так. Герой-то очень-то очень хороший. Его просто комбинируют со вторым суппортом очень неправильно. В Skyros Magia, чтобы вначале что-то делал, нужно какой-то станчик. И тогда хороший очень роуминг получается. А когда ты его пикаешь с каким-нибудь зомби или с каким-нибудь даззлом, который не окачает, в принципе, там, поезда на ничего, нет никакого замедления, у тебя просто герои убегают. Вообще Skyros Magia относится к таким ювелирным героям, которым, если ты вначале не сделаешь ничего, ты уже, ну, очень нескоро что-то сможешь делать в игре. Как раз один из героев, который может вначале очень много делать из своего Силенса. Ну, не знаю. Мне Skyros Magia вообще не очень нравится. Его начали пикать на про-сцене, насколько вот я помню. Я еще туда даже был на ней чуть-чуть на этой про-сцене. Но ты плохо играл. Да, ну, плохо было просто. Поэтому Иллидану отдавал Skyros Magia. Да, поэтому я Иллидану отдавал ювелирного героя. Всех суппортов отдавал Иллидану. Так вот! И Даззла, и всех. Слушайте сюда теперь. Его начали пикать, потому что это один такой герой был уникальный, почти в доте таких малого суппортов, которые могут в соло гонять любого героя, на самом деле. И не подпускать его к Экспире. Таким образом можно взять Лесничка, например, не опасаясь за то, что придет какой-то сильный хардлейнер и помешает. Но с тех пор многое изменилось. Во-первых, теперь часто ставят даблы, видят, когда у тебя Лесничка, придет дабла, и уже Skyros Magia никого там гонять не станет. Это как минимум. Так что мне сейчас Skyros Magia он не очень нравится, потому что ему нужен левел большой, ему нужно как минимум 6 левел постараться получить быстро. А как ты сейчас это сделаешь? В текущей мете суппорты обычно не получают быстро 6 левел. Потому что приходят даблы, им постоянно какая-то возня идет. И таким героям им не очень удобно в дотку играть. Он не смотрится. Я хотел бы вас спросить по поводу выбора такого героя, как Templar Assassin. Не часто в 6.84 этот герой заезжает. Что вы о нем думаете? Будет ли он достаточно активен на самом турнире? Или все-таки это такой очень ситуативный пик, который будет заходить всего лишь несколько раз за турнир? Я думаю, будет. Что? Я думаю, будет. Мне кажется, что да. Сейчас мы видели Dragon Knight в мид. Я думаю, нередко будет появляться то, что героя сильно подняли. И как раз такие герои, которые подходят на лайнинг очень хорошо и которые снова болят. Там с каким-нибудь баунти-хантером, просто давление на всей карте. Templar подходит хорошо под такой пик. Не могу просто не перестать радоваться смотреть на Андрея. Он тоже очень рад, улыбается. Но он выиграл эту игру для своей команды. И почти выиграл первую, но... Этот победный глоток сейчас был. Templar, Templar должна быть просто. Потому что она правда неплохо смотрится. Вот даже, казалось бы, Лишрак в миде. Вот неплохо смотрится Templar против Лишрака в миде конкретно. Потому что Лишрак сейчас диаболики не качает эти мерзкие. А потом она разваливает его. Ой-ой-ой. Казалось бы. Иногда вот берется... Я вот не был согласен с такой точкой зрения, но тем не менее. То, что берется Лишрак, и вот уже как-то рассуждения идут такие, что, мол, Лишрак будет сбивать диаболик, диаболиком рефракшн, и все будет плохо. Но! Лишрак это булка для Templar. И на пару укусов. Ну да, да. То есть если у Templar хороший старт, если ей еще может быть помогут в миде, то потом она с блинком каким-нибудь дизолем БКБ, Лишрака, у которого только один блудстоун и там что-то, убивает за мэлт и еще ударчик. Templar такой из немногих героев, которые... Агильных. Который очень быстро что-то начинает делать. Скажем, там, 20 минуты, да, если у него появляется то блинк БКБ первые. Ну, потом уже какой-то damage артефакт. То очень много проблем. На него очень много ресурсов нужно тратить, чтобы убить ее. Как раз из-за своего рефракшна. У нас там вроде есть моментик. Вот, кстати, какой момент мы хотим посмотреть? Красивый. Красивый. Красивый, да, красивый. Переломный момент в игре, где, в принципе, игра была до этого момента достаточно равной. Как мы видим, 5-2 вега ведут, но это еще не очень сильно. И здесь инициируют цидек. И, казалось бы, неплохо. Они забирают одного героя, однако вега здорово перетянуться успевают. Залетает кулдаун там, ну и цидек встревает в драку. Они вообще не умеют отступать, я заметил по этой команде. Очень хорошая ульта это Queen of Pain. Мы только что видели. Мак вообще прыгает. Он дал ульт по всем, теперь дал скрим по всем. Более того, он еще и умудряется там убежать на каких-то лоу хп. Сейчас еще вернется, еще добьет. Да, но тут, ну, нужно людей разваливать. И, на самом деле, уже минус 4. И драка еще, на самом деле, не закончится. Сейчас она будет продолжаться. И по итогам этой драки там чуть ли не 8 игроков вот цидек умрут. Они будут уже появляться, умирать, появляться. Это стандартный довольно конвергинг. Да, вот там Мак убивает еще одного человека. Это уже минус 5. А, нет. Там все еще... Минус 4. Все еще... Четыре. Четыре. Четыре, вот минус 4. Вот, походу, пятый побежал. Так, вон пятый там где-то должен умирать вроде ланцер. Где-то он там бегает. Честой тп-шится. Вот. За ланцером в погоне он там тоже сейчас уберет. Ну, в общем, до этого момента, так вот, брат Рум, он снова здесь. Он уже умирал разок. Он хочет еще. Он хочет еще разок. Он умрет? По-моему, он уже, кстати, не умрет. Ну, 8-5 или там 6 человек умерло. И до этого момента у цедеков все было нормально. Не, эта драка еще не закончилась. А, это все. Второй кулдаун. Да, да, да. Все, вот минус 6, минус 5, минус 6, да? На этом все. 7, 7, 7. Сберись со счета, сколько цедеков погибло в этой драке. Да. Ну, цедеки они такие. Мы в первой игре тоже такое видели. Когда они побежали под тавр, сделали 2 килла, казалось бы, все неплохо. Пойдите вы и убежите. Но нет. Они продолжили драться между тир-1 и тир-2. И где им забрали человека 4 за это в итоге. В чем проблема-то, цедеки? В чем проблема? Ну, такой координатор сумасшедший какой-то, видимо, у них. Который не знает слова назад, там, отступить. Причем дерутся они неплохо, но дерутся до конца. Забыл это слово? Может? Драка проходит, капитан, что делать? Он такой, блин, 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 словарь листа это там нету? Вбок! Вбок! Мне там лист выдернут. И что делать? Да, действительно. Вбок. Неприятная ситуация. Неприятная. Ну что ж, VX сравнивают счет. Там параллельно у нас на втором стриме, я так понимаю, уже начинается третья карта матча. Архон против... Она уже идет активно. Ребята из MVP. Там, кстати, вторая карта закончилась очень интересно. После первой карты нашей студии аналитики думала, что Архоны не смогут сделать ничего, проиграв 2 за 20 минут MVP. Это неправда. Это неправда. Моими устами глаголят аналитика. В общем, во второй игре было все отлично. У ребят из Архон, размен тронами, драки, перевороты и победа 1-1. И они тоже переходят к третьей карте. Ну вот, мне кажется, на wildcard вообще не должно быть 2-0 против остальных. У нас вообще как-то не в одну калитку, 1-1 в обоих матчах. Ну и отлично. Третья карта VEGA против CEDEC тоже началась. Началась. Да, началась. Хорошо. Хорошо. Что ж, третья карта VEGA против CEDEC начинается прямо сейчас. Третья карта VEGA против CEDEC. Такой recuerде внимание Lucas-ка выигодка. Mooи соф ranす, сердится прямо сейчас к крово-кинулиевèmes, гавgr地 геток. Эвзиатчик теряет вот так, но потерю весь. Всё. Чёрно? Помню. Всё.